Привет, дорогие мои, с вами Герман от Черногории. Осень уже вовсю подкралась к нам в самую близко-близко, так сказать. Вот, поэтому мы теперь будем, наверное, снимать скоро уже внутри. Поэтому последние новости, наверное, а может быть предпоследние, которые мы снимаем на улице. А то дождь идет, ветер дует и все такие дела. Постараемся рассказать максимально весело о новостях каждую среду в Черногории. Но не все новости, так сказать, хорошие и веселые. Поехали! Новые ограничения и меры НКТ разделяй и властвуй, говорит наш редактор. 25 сентября НКТ огласил новые правила существования в Черногории на ближайшие две недели. Все муниципалитеты поделились на четыре зоны. В зеленую зону попали те муниципалитеты, где за последние 14 дней было менее 400 новых случаев заболевания коронавирусом в пересчете на 100 тысяч населения. Зеленая зона продолжает жить без дополнительных ограничений. Из туристических городов сюда попали Калашин, Герцог-Нови, Тивот, Жаблек и Ульцин, а также бар. 25 сентября в зеленом списке был Котор, но 26 числа его переместили в желтую зону. В желтой зоне муниципалитеты, где за последние 14 дней было менее 800 новых случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч населения. Здесь уже начинается ограничение. Заведения общественного питания могут работать только до 22, за столиками не больше двух посетителей. Расстояние между стульями минимум 1 метр. В эту зону попали Котор, Будва, Подгорица и Плевля. Серьезно? Будва попала? Вот это да. В оранжевой зоне сейчас один муниципалитет, а именно Рожее. Там теперь запрещено работать всем заведениям общественного питания, за исключением ресторанов при отелях. И запрещено ходить в гости. Попадают в оранжевую зону, когда количество новых случаев заболевания от 800 до 1199 на 100 тысяч населения за две недели. Более 1200 новых случаев – это красная зона. В дополнение к ограничениям оранжевой зоны прибавляется еще комендантский час с 22 до 5 утра. В красной зоне Андреевица, Берони и Никшич. Новые меры начали действовать с понедельника 28 сентября. Каждую субботу значения показателей КИ – кумулятивной заболеваемости – будут обновляться на сайте Института общественного здравоохранения Черногории. Пересматривать меры в сторону смягчения будут каждые две недели в понедельник, а в сторону ужесточения – еженедельно. Вот такие вот дела, ребята. Протесты рестораторов в Никшич или пошутим, блядь, рестораторы же. В понедельник 28 сентября на акцию протеста вышли владельцы и работники предприятий общественного питания в Никшич. Минимум до 12 октября они не имеют права работать, согласно новых ограничительных мер НКТ. Предприниматели требуют отменить запрет и считают, что их сделали козлами отпущением. Это единственная отрасль, которую наказали, в то время как магазины, спортивные клубы, салоны, красоты и букмекерские конторы работают, как ни в чем не бывало. Если власти не услышат протестующих, то Никшич ожидает не только волна коронавируса, но и увольнений. Владельцы бизнеса на грани банкротства и не могут заплатить зарплаты работникам, если заведения закрыты. К тому же, далее по цепочке неизбежно увольнение у поставщиков продуктов. В Никшичи более 200 кафе, баров и ресторанов. Власти обещают материально помочь владельцам заведения общественного питания, но те утверждают, что это не спасет от массовых увольнений и банкротств. Протестующие готовы даже пойти на крайние меры, а именно нарушить запрет и работать. Вот такие вот ребята. Молодцы. Никшичане или не молодцы. Сложно сказать. Мистер Солидарность. Директор Центра здоровья Подгорицы доктор Небольша Коварич призвал всех жителей Черногории проявить солидарность с жителями Рожи и Андреевица Берани Никшича и добровольно не выходить из дома с 22 до 5 утра, не ходить к другу в гости и по максимуму воздержаться от пощения кафе и ресторанов. Интересно, как такую инициативу восприняли владельцы заведений общественного питания? Реакцию в Никшиче мы уже увидели. Камикадзе из Плужине или добряки из Плужине, как называю их я. А вот некоторые жители города Плужине, по всей видимости, недовольны, что попали в зеленую зону и им не применили никаких ограничительных мер. Поэтому владельцы одного из этносел в Плужине любезно приглашают жителей Никшича к себе на бесплатную кафушку. Плужине в зеленой зоне, потому что у них сейчас ноль инфицированных коронавирусом, а в Никшиче 718. Вот такие дела. Котострофа. Ужесточение эпидемиумер в Которе. Если в первую весеннюю волну коронавируса Котору повезло и в муниципалитете не было зарегистрировано ни одного инфицированного, то во вторую, наоборот, всего один день Котор по новым правилам НКТ продержался в зеленой зоне и переместился в желтую. А еще стало известно, что коронавирусом заразилось 10 жителей дома престарелых в Рисане община Котор и 7 работников. Вирус, предположительно, занес один из работников. Вот это очень нехорошая новость, как вы помните. А старики у нас в зоне риска больше, чем молодежь. В связи с этим было принято решение особо тщательно контролировать соблюдение санитарных норм в Которе и дополнение к ограничениям желтой зоны и закрыть детские площадки. Заболели пенсионеры, а закрыли детские площадки. Но откроют 1 октября детские сады и школы. Логика! Ау! Рубрика «Плохая дедушка», а именно «Дом престарелых в Подгорице». Подгорице планирует построить дом для престарелых, а также для людей с ограниченными физическими возможностями. Стоимость проекта чуть более 9 миллионов евро. Расчет на 270 мест. Сейчас такие дома есть в Рисане, Плевле, Бевополе и Даниловграде. Дом престарелых грабоваться в Рисане с 1947 по 2010 год был единственным государственным объектом такого профиля в Черногории. Сейчас может принять 317 человек. Работают там 103 сотрудника. А вот мне говорили, что у нас в Герцог Нове на Поде тоже есть такой дом. Но, наверное, он какой-то супер закрытый и негосударственный. Наверное, коммерческий. Долгожданное начало учебного года в Черногории или рубрика «Учат в школе». Министерство образования Черногории подтвердило, что школы откроются 1 октября, как и детские сады. Но, согласно новых норм НКТ, 25 сентября теперь маской обязательно носить дети в возрасте не от 7, а от 5 лет. Вот как интересно уговорить пятилетнего ребенка маску-то носить. Чтобы не забыть, сразу напоминаю, что на факультете в Герцог Новском занятия начались с понедельника. А мы идем далее. Пойдут в школу не все, а лишь ученики с 1 по 6 класс начальной школы и 1 класса средней школы. Все остальные будут учиться онлайн и посещать школу лишь раз в 15 дней. Также в школе ученики будут сдавать тесты и писать контрольные работы. Продолжительность уроков теперь 30 минут. Несмотря на то, что на прошлой неделе 73% родителей считали, что школы надо открывать как можно скорее, теперь большинство упрекает Министерство образования, что начало учебного процесса происходит на самый пик эпидемии. Родители, определитесь. Министерство образования подготовило для всех классов онлайн-уроки, которые будут транслировать на телеканалах TVCG2, МнеSport2 и МнеSport3. Пока что под вопросом откроются ли школы в Никшичи. Студенты начали учебу уже в понедельник, 28 сентября, как я уже и говорил. Ну и ваша любимая рубрика «Макарона». Статистика по заболевшим коронавирусам. По данным на вечер, 29 сентября в Черногории 3409 случаев активных. Это 541 больной на 100 тысяч населения. Есть даже небольшое улучшение статистики. Это радует хоть какие-то у нас улучшения. Всего с начала эпидемии в марте в Черногории зарегистрировано 10 575 случаев заражения коронавирусом. Ну так уже десяточку-то пробили, но заразилось уже около 1,7 населения Черногории. По-моему, это до хрена. Во вторую волну умерло 155 человек с диагнозом коронавирус. Всего 164. Смертность 1,6%. 258 человек госпитализированы. Всего в Черногории на данный момент подготовлено 579 койко-мест для больных коронавирусом и 260 аппаратов ИВЛ. И уже в третий раз Черногория послала тесты в Германию. Помните, ничего хорошего это не ожидает нас. От 1000 до 1300 анализов. Ничего хорошего от этого сотрудничества ожидать не стоит, как показала практика. Рубрика «Он вам не Димон» Избрание нового спикера и премьер-министра. 23 сентября на первом заседании новоизбранного парламента в Черногории были выдвинуты кандидатуры премьер-министра и спикера. Теперь эти кандидатуры должен одобрить президент Черногории Мила Джуканович. По закону Джуканович обязан принять решение до 23 октября. И он пока хранит молчание. На пост главы правительства коалиция трех оппозиционных сил вывинула здравка Кривокапича, как и планировалось ранее, лидера блока «За будущее Черногории», набравшего на выборах 32,5% голосов. За Кривокапича подписался 41 из 81 депутатов. На должность спикера оппозиция предлагает Олег Субечича, лидера второго по численности оппозиционного блока «Мир. Наша нация». За него подписались 45 депутатов из 81. Как вы видите, еще 4 депутата из другого блока подписали. Мила Джуканович уже заявил, что является легитимным президентом и не намерен досрочно покидать свой пост по причине проигрыша его партии в парламентских выборах. Логично, по-моему. По факту партия Джукановича набрала наибольшее количество голосов избирателей – 35%, но не смогла сформировать большинство в парламенте. У объединенной оппозиции перевес в один голос. Президентский срок Джукановича заканчивается через два года. Рубрика «Понаехали». Президент Сербии Александр Вучич ни разу за 8 лет ни как премьер-министр, ни как президент не посещал Черногорию. Здравка Кривокапич официально еще не стал премьер-министром, но уже пригласил президента Сербии совершить визит в Черногорию. «Понаехать», так сказать. А вот премьер-министр Албании Эдди Рама 28 сентября нанес неофициальный визит в Черногорию, в Тузе, где помимо Ульцина сконцентрирована албанская диаспора. Он встретился с лидером партии «Албанский список», видите, ветер у нас задувает, набравший большинство голосов именно в Тузе. На прошедших парламентских выборах Эдди Рама высказал поддержку партии Мила Джукановича ДПС. Президент Хорватии Зоран Миланович приплывал в Черногорию с официальным визитом 22-23 июня. Молодец! Далее рубрика «Поколение Д» или рейтинг демократии. Согласно результатам исследования Института ВДМ Гетербург-Швеция, в рейтинге демократических стран в 2020 году Черногория находится на 99-м месте из 179. По-моему, неплохо. Словения на 34-м, Хорватия на 55-м, Косово на 64-м, Северная Македония на 71-м, Босния-Герцоговина на 83-м, Албания 87-й, Сербия 139-я. Интересно, поднимется ли Черногория в рейтинге с учетом того, что Институт ВДМ охарактеризовал ее как гибридный режим, а на парламентских выборах 30 августа победила оппозиция. Ну, должны, наверное, приподняться. Начинаем блок «Печалька». Плачевный ВВП Черногории. ВВП Черногории во втором квартале 2020 года упал на 20%. Еще весной был оптимистичный прогноз, что падение составит всего 9%, а в бюджет было заложено как так вообще 6,8%. Пожелаем удачи новому правительству Черногории, которому придется теперь что-то с этим делать. Согласно отчетам Министерства финансов, общий госдолг Черногории составил 3,6 миллиарда евро или 79% ВВП. По данным на 30 июня. В Сербии падение ВВП составило всего 6,4%. В Македонии, в Северной Македонии 12,7%, Словении 13%, Хорватии 15%. Видите, в Сербии у нас аграрная страна, а не туристическая, поэтому у них все хорошо. Как говорится, крокодил ловится, кокос, все дела, все есть. Поэтому в Сербии все хорошо. Рубрика «Денег нет, но вы держитесь». Безработицы в Черногории. По данным на сентябрь 2020 года, в Черногории 43 тысячи безработных, на которых почти 60% это женщины. Начиная с 15 марта введение первого карантина в Черногории, рост безработицы составил 22%. Население Черногории – 622 тысячи человек. Рубрика «Снимай трусы и бегай, и спасай черногорскую экономику». Нудисты спасали турсезон Черногории как могли. Невероятно, но факт. В то время как туристическая отрасль Черногории в 2020 году просела на 80-90%, кемпинги для туристов на Адобаяне отрапортовали о падении спроса лишь на 50%. А вот в Герцег-Нове за все лето кемпинги так и не открылись. Так что, когда парень подходит к девушке и говорит «Вы мне нравитесь», она говорит «Я вижу». Лучший банк Черногории, а именно ЦКБ, по мнению влиятельного британского издания «Евромании». Банк ЦКБ, член ОТП «Групп», признан лучшим банком Черногории в 2020 году. Премия «Евромании» присуждается банком более чем в 100 странах мира. Оцениваются финансовые показатели, положение на рынке, инновации, диджитализация и уровень качества обслуживания. Многие могут не согласиться. Рубрика «Чип и ДЛ». 5G в Черногории, если вы поняли о чем я. Сети 5G начнут опутывать Черногорию в 2022 году. Но это если мы переживем 2020 год, какой оптимист у нас редактор. А пока переходим на 10 уровень 2020 года. Осталось продержаться октябрь, ноябрь и декабрь. Не пара, не пара, не пара. Грустная новость про дельфина. В понедельник на пляже Выгола рядом с отелем Палманбэй было обнаружено тело мертвого дельфина. Дельфинчик был молоденький, длиной 1,20 метра он был. Возможно, он стал жертвой сильного шторма, либо запутался в рыболовных сетях. Русалка не спасла. И последняя новость у нас. Медали черногорским вином закончим позитивом, а именно винишком. Как всегда, можно всегда закончить винишком. Вы периодически задаете вопрос, Герман, какое черногорское вино ты можешь посоветовать? Дешевое. Мое вино. С минералочкой. Нормально. Прислушаемся к выбору экспертов международного конкурса Decanter World Wine Awards 2020, который прошел в Лондоне. Золотой медалью отметили красное вино Вранац Прокорды 2016 года от Плантажа. Молодцы. А серебряными медалями шардоне винодельни Кастал Савина, красное вино Богдан, винодельни Бугоевич. И белое вино Малвазия винодельни Вукичевич. Также последняя винодельня получила бронзовую медаль за молодое вино Вранац Вукичевич. Только четыре черногорские винодельни посылали свои вина на конкурс. Зато все четыре получили признание экспертов. Спасибо вам большое, что посмотрели этот выпуск. Стараемся выжимать максимально улыбки, читая эти новости. Но, к сожалению, получается не всегда. Но все мы знаем, что будет все хорошо. 2020 год наконец-то закончится когда-нибудь. Вот. Надеюсь, 31 декабря. Вот. И все будет хорошо. Все, что вы думаете по поводу новостей, пишите, пожалуйста, в комментариях. Ставьте лайки, колокольчики, подписывайтесь, репостите мои видосы. Для меня важно расширять аудиторию. У нас она почему-то не сильно быстро расширяется. Хотелось бы быстрее. Вот. Ну и вообще все, что думаете, пишите. Комментарии для меня очень важны. Всем желаю здоровья, удачи и всего хорошего. А мы увидимся с вами совсем скоро. В пятницу новый выпуск. Воскресенье стрим. А через неделю ровно следующие новости. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok